Томсо, ты и дальше будешь утверждать, что в Украине нет нацистов, когда Зеленский назначил главного советника, главнокомандующего ВСУ фашиста Яроша, что нет у них маршей неонацистов в центре Киева и так далее. Томсо, ты как-то говорил, что не против, если Дагестан разделится на несколько государств, Лизгистан, Варистан и так далее. Разве ислам не призывает нас к объединению, а политика разделяя и властвуя наших врагов? Если говорить об этом как о разделении, то да, но я-то имею ввиду, чтобы они могли быть разными государствами, но при этом объединены, в единый союз. Я не говорю об этом как о разделении. Понимаете, вопрос политический, вопрос устройства государств и так далее, это не тот вопрос, который регламентирован в исламе. И он возвращается к теме пользы и вреда. Если сейчас для мусульман этого мира, допустим, благом является быть одним государством, то они должны быть одним государством. Но если для них сегодня благом, то есть выгодно им быть сегодня сотней государств, но при этом будучи братьями в едином союзе, то пусть они будут сотней государств. Такой подход к этому исламу. Поэтому я говорю сейчас на Кавказе, если, допустим, дагестанские народы, они видят для себя благо в том, чтобы иметь у каждого свое государство независимое, но при этом быть там всем в едином союзе, и в этом есть благо, никаких проблем. Пусть будет так. Я лишь, говоря об этом, я лишь говорю, что я не хочу за дагестанцев решать, какая форма у них должна быть. Дагестанцы хотят быть едины в рамках этого Дагестана, пусть будут таковыми. Если они видят благо в том, чтобы разделиться, допустим, на несколько республик, но при этом опять-таки быть вместе, быть в союзе, никаких проблем, пусть будет так. Вопрос пользы и вреда, он возвращается к нынешней ситуации. Давайте представим себе, что, допустим, Дагестан вот такой вот, какой он сейчас есть, единый, но при этом территории Лизгистана, например, которые сейчас входят в Азербайджан, они остаются вне Дагестана. Либо отдельный Лизгистан с этими вместе территориями, да, то есть большой Лизгистан, и территории Дагестана, и территории, которые сейчас входят в Азербайджан, это единый Лизгистан, Аваристан и так далее. Что лучше? Конечно, лучше было бы вот это второе решение. В этом случае, возвращаясь к пользе и вреду, мы видим, что сейчас, да, вот это для нас выгоднее. Конечно, мы выбираем это. Хотя основа, конечно, была бы в том, чтобы мы все были едины, но реальность, к сожалению, такова, что сейчас это невозможно просто реализовать. Поэтому мы должны делать то, что сейчас более для нас реально, то, что для нас более выгодно на данный момент, то, что приведет нас к меньшим потерям, чтобы не было у нас внутри каких-то противоречий, борьбы за власть и так далее. И самое, на мой взгляд, на мой скромный взгляд, разумное решение, это дать каждому народу, дать суверенитет, чтобы у них были свои правящие элиты, сами они выбирали. И при этом все были бы в едином союзе, у этого единого союза было бы свое общее одно управление, которое, вот как по примеру Европейского союза, да, формируется. Есть Еврокомиссия, Еврейский совет, Европейский парламент. То есть точно такие же органы, но при этом у каждого есть свой суверенитет, есть внутренняя и внешняя политика. Видите, давайте посмотрим на Европейский союз. Если мы сейчас скажем, что для них лучше было бы объединиться и создать одно единое государство Европа с одним управлением, один правитель, одно правительство, то на самом-то деле, как только кто-то выступил бы с такой идеей, этот Европейский союз бы развалился. Допустим, если бы сказали бы французы, мы будем теперь правителями, вы все у нас подчиненные, все, немцы моментально против поляк и так далее. То есть у них бы произошел раскол и весь этот союз, он бы рухнул. Сегодня это очень мощное такое монолитное образование, он бы рухнул моментально. Вот чтобы подобное не произошло, чтобы не было вот этих претензий, кто мы должны там быть у ля, вы должны быть у ля, чтобы этого не было, но при этом все были и вместе в едином союзе, сейчас это самое такое рациональное, приемлемое решение, на мой взгляд. Можно ли вступать в национальные движения с точки зрения ислама, например, резигинское движение САДВАВ? Надо посмотреть идеологию этого движения, что есть, если там что-то противоречащее исламу, то, конечно, нельзя. Но мне не знакома просто эта идеология, о чем они, чего они хотят и чем они руководствуются. Тумсо, как считаешь, если Кавказ станет независимым, смогут ли лингвисты придумать свой кавказский язык? А зачем, почему у некоторых людей есть вот это вот непримиримое желание изобретать велосипед? Зачем это делать? Зачем нам нужен какой-то новый язык, какая-то новая письменность? К чему это все? Я не знаю, изучим тот же английский, арабский языки, русский мы и так знаем. Как вариант письма возьмем, но я не знаю, для себя я считаю, что для нас самый приемлемый это латиница, но не знаю, опять-таки это решают лингвисты, как ты говоришь. Специалисты сядут, вопрос продумают. Зачем нам что-то придумывать, если уже есть в этом мире, просто возьми и используй, пользуйся на здоровье. Изучаешь английский или шведский язык? Как изъясняешься в Швеции? В совершенстве владею английским. Шучу, шучу. Изъясняюсь в основном на английском, на ломаном, очень плохом английском, но как-то получается, применяю, в ход пускаю также язык жестов, руками, ногами, как-то там что-то показываю параллельно, что-то на английском пытаюсь донести и в конечном итоге получается. Еще спасает телефон, переводчик гугл, что-то если там уже на крайняк вбиваю, показываю, в общем получается пока. Томсо, ты и дальше будешь утверждать, что в Украине нет нацистов, когда Зеленский назначил главного советника, главнокомандующего ВСУ фашиста Яроша, что нет у них маршей неонацистов в центре Киева и так далее. Я никогда не утверждал, что там нет нацистов, они наверное есть везде, люди с какими-то убеждениями нацистскими, но вот то, что они, что это страна, которые управляют неонацисты, это конечно неправда, что там какие-то марши неонацистов проходят, ну не знаю, я по крайней мере не видел. Но даже если подобное происходит, ну и в США происходит то же самое, там и марши могут проводить, и все что угодно, и эти люди там есть, и другие есть, и расисты есть, и все есть. Но никто ведь не называет Америку страной нацизма, расизма. Почему Украина является исключением? Да, там наверняка есть люди и хорошие, и плохие, и с такими убеждениями, и с этакими, но такое государство. А что касается Яроша, то я не знаком с его идеологией, я понятия не имею, кто он. Если его назначили, ну значит в этом увидели пользу. Может ли нацистская страна три из четырех голосов выбрать еврея в президенты? Это сделал Украина и украинцы, разве можно после этого называть их нацистами? Да, это такая российская мулька, обвинить всех, кого они не любят в национализме. Это, кстати, нацизме точнее. Этим приемом пользуются не только россияне, очень многие люди пользуются, к сожалению, этой темой. Тебе что-то не нравится, сразу все, националист, нацист. Это стало уже как мем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»